Так что поэтому мы тогда будем встречаться с Маслобоевым, потому что человек производит себя, ну, такое достаточно доверие к нему есть. То есть ему говоришь, и он как-то принимает сведения, он начинает что-то делать. В отличие, например, от того же господина Брыша, которой доверия вообще никакого нету. То есть несколько случаев было, они вообще вопиющие, на мой взгляд. То есть, когда вот, допустим, мы посетили Маслобоево, объяснили ситуацию, что возле завода трава жухнет, насекомые умирают, воробей умер, надышавшись. Вот в камеру было видно, что ничего там не было, просто полетел, да и помер прямо на лету, вдохнув все это гадости. Вот. И вписана была комиссия из комитета по охране окружающей среды. Комиссия имела лаборанты, чтобы взять отбор и почв. И штатный эколог Айпауэра подняла крик. Что, дескать, какое вы имеете право завод без запущенной эксплуатации, какие-то замеры делать, я не допущу. Кому вы верите, нам, либо каким-то там активистам непонятно каким. Ну, естественно, никто слушать не стал, люди делали свою работу. И она начала бегать по территории и звонить кому-то. Вот очень нервничала, звонила, 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 много раз звонила, не могла дозвониться. А когда кто-то звонила, говорила... И как вы думаете, кто через полчаса приехал на всех парах? Господин Брыш. Вот тут мне это интересно. Вот для тех, кто не только брышчане смотрит, кто такой Брыш? Ты объясняй. Брыш это начальник комитета по охране окружающей среды районного значения. То есть непосредственно он, если маслобоев областного значения, то Брыш районного. То есть фактически он курирует этот завод. Вот, ну, по его поведению, лично у меня такое впечатление, что он не то что курирует, он там работает. То есть, кто мне тоже работает, он еще и адвокатом там заделался. Вот что только стоит в обеющем случае, что в субботу, когда завод, ну, по всем параметрам работать был не должен, но тем не менее приехала полная смена, запустили полностью процесс. Ну, единственное, что не работали, плавка не работала, потому что компрессоры из цеха плавки не шумели, то есть видно, что не работает, но цех сушки работал, то есть дым шел. Ну, в связи с чем мы, конечно, тут же позвонили в охрану окружающей среды и позвонили в милицию. Милиция приехала раньше, и когда уже снаряды милиции мы записывали, вот то, что мы видим, то есть завод работает, машины работников стоят, дым идет, приезжает брыж. Бежит на завод, что-то там делает, потом приходит, говорит, ничего не работает. Мы говорим, так вот же, дым идет. Он посмотрел, нет, говорит, дым не идет. Ну, все, дальше уже что-то, ну, если вот дым идет, мы видим, милиционеры видят, а брыж не видят, как-то странно он смотрит на мир. Вот, вот, то есть интересно, это что такое, в случае, было? То есть мы слепые, что ли, все? То есть нас двое, я и Дмитрий Бекалюк. Мы смотрим, вот две трубы, вторая, пятая, как я сейчас помню, дымят. То есть дым конкретно виден, белисоватый, сероватый дым. И милиционеры видят? Милиционеры видят, у них тут два человека сидит, водитель и какой-то участковый. Они меня опрашивают, они дым видят. Вот, да, видим дым, дым, все нормально видно. Спутать с облаками, ну, никак нельзя, потому что день достаточно был безоблачный. А брыж в упор, не видит, ну, вот все. Может, не хочет видеть? Ну, тут интересный вопрос, потому что этот же вопрос я ему задал, когда откачивали щелочь. Он спросил прямо, что мы ему не верим. Я ему сказал, да, я лично вам не верю. И напомню этот случай, когда мы видим, милиционеры видят, а господин брыж не видит. Ну, вот, просто реакция была такая, что брыж от нас просто убежал. Он психанул и убежал. Потому что я не просто говорил, потому что те люди, которые тогда были, вот они стояли за спиной, то есть так вот совпало, что... Милиционеры то же самое, то есть они же районная милиция, там их так много людей, то есть они были сзади, тоже приехали, чтобы это все дело присутствовать, запротоколировать, чтобы все было по закону. Они это слышали, я призвал их свидетелей, что говорят, ну вот, господа стоят, они же видели дым, мы видели дым, а вы этот дым не видите. А если вот так, это такое отношение, ну, какое может быть к вам доверие, господин брыж? Так он же, когда приезжал там, помнишь, ему говорят, водоканал подтвердил, Паш показал, что это щелочь. Он говорит, нет, это не щелочь. Да, и вахте запишем, что вода. Полтора куба воды. Это, кажется, как старый анекдот. Миротворы, Боже, порося у карася, ну, ешьте, прихожане, карась добрый. Вот и примерно так. То есть вот так вот, постояла щелочь, месяца полтора, пока тянули волыну ее откачать, и там уже из щелочи подтвержденность 12 паш стала вода. Класс, ну вот просто, чуть-чуть сами. Я уже не такой маленький, чтобы чуть-чуть сами верить, но почти поверил.